Ребят, как на Волгонаке проехать? Бегут? Я худею с этого рафтинга. Азишская пещера. Южанин, круто! Они решили меня сплавить. Вот так вот мы начинаем, это Южанин и Воронин! Я загадываю желание. Впервые еду туда, куда, казалось бы, должен приехать каждый любитель активного отдыха, житель Кубани. Едем мы сегодня в Адыгею. Для того, чтобы по-настоящему отдохнуть и интересно, подчеркиваю, интересно провести время, я попросил моего товарища, гида. Марк, привет! Доброе-доброе утро! Доброе утро! Потому что мы утром едем. Марк помещал, что мы сможем, выехав утром, рано, с Краснодара, практически самые интересные места Лаганак и окрестностей посетить, что мы успеем это сделать. Марк помещал, что все у нас получится. Приезжая на этот курорт в выходные, будьте готовы к пробкам. Поэтому, если вы хотите удобно встать и беспроблемно доехать и выехать, нужно приезжать в районе 9 утра. Ну, или после обеда. И задумайтесь о том, на какой резине вы едете. Это все-таки горы. Если в твоем городе нет снега, нет гололеда, и ты ездишь зимой на летней резине, то здесь это не прокатит. Вот, посмотри, какие сугробы. Как тебе повезло. Мы в большой Азишской пещере. Я можу... Изюминка, жемчужина Адыгеи. И с нами тот человек, который расскажет все тонкости, нюансы и легенды. У каждой пещеры есть свой дух. Рука человека этого не касалась. Четко выраженные глаза, нос, неулыбчивый рот, лицо. Да. Рассмотрели? Да. Ну, тогда в строгий взгляд духа провожает вас в следующий зал. Это мой любимый образ в пещере. Женская баня. Или сауна. Девушка стоит нам спиной, полбоком. Это на... Тут даже воображение не надо особо включать. Тут все четко. Пещера живая, все растет. Все натеки, они до сих пор растут. Просто происходит это медленно очень. Один сантиметр кубический в столе. Когда человек проходит, срывает саму капельку, непосредственно саму капельку, не прикасаясь к натеку, это полбеды. Это вообще ничего страшного, можно сказать. Но когда срывается именно вот эта вот пленочка, пластинка этого минерала, останавливается его рост приблизительно на лет 30. То есть, если ты хочешь потрогать стены пещеры, подумай тысячу раз. Ты таким образом не даешь пещере расти. Небольшое резюме. Ну, во-первых, я стою возле колонн, в котором, на секундочку, 1 миллион 300 тысяч лет. Во-вторых, важная для тебя информация, стоимость входа в пещеру 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детских, для детей. И самое главное, если ты хочешь насладиться красотой Басильской пещеры, ну, скажем так, более-менее уединенно, приезжай сюда в апреле. Ну, или осенью, весной. В общем, никогда высокий сезон, ни в новогодние праздники, ни в лету. В любое время ждет тебя жемчужина-таки. Есть какой-то экстримчик, зимой. Конечно, конечно. Визитная карточка Адыгеи по экстримчику это рафтинг, зимний рафтинг. Подожди, зимний рафтинг? Зимний рафтинг. Представляешь? Я скажу тебе даже больше. Я, вот сколько себя знаю, столько я смотрел на эти картинки, видосы, лайкал и так много завидовал отважности, я не знаю, рафтеходов, людей, которые занимаются рафтингом, но я не думал, что они занимаются им даже зимой. У нас река белая позволяет нам сплавляться круглый год. Внимание, смотрите, я говорила, если кто-то с собой взял термобелье, возьмите его с собой и наденьте под гидрокостюм. Вам каждой выдадут два гидрокостюма. Один с рукавом, второй без. По раздевалочкам мы вас сейчас проводим, да, если у кого-то есть еще с собой шерстяные носочки, вы их тоже возьмите с собой и наденьте там под неоприновые носки. Но имейте ввиду, все промокнет. Я хочу спросить его на камеру, куда ты меня ввел, в какую блудняк уже, мне уже страшно. Все из-за шантажа планируемого. У нас есть план, как Серегу крутануть конкретно, его проект, все, короче. Чтобы просто, у него есть план, как чтобы я похудел, от нервов уже, уже не знаю, уже хотел, хотел пообедать спокойно, насладиться вкусной адыгской кухней. А сейчас у меня только одна мысль, быстрее бы это все закончилось. Быстрее бы. Мы как будто не нравственником заниматься, а болеем там пришли. И в обтяжечку все. Южанин. Ой, Илюха. Илюха. Илюха, ну скажи, ты страшный тебе, нет? Нет. Как думаешь, что нас ждет? У меня. Ну что, перевернемся, наверное. У нас сидят медведи. Все. Вы смотрели 50-ю серию венешальского телесериала Реванш. Они решили меня сплавить. Начинаем восхождение. Наш гид уже, уже зашел. Взошел практически. Мой добрый друг, посмотри, прошли всего 200 метров. Осторожно, кстати, здесь обрыв. Открывается вид уже совершенно иной на Плате Лаганаки. Слушай, ну, если честно, это тот самый момент, когда страшно красиво. Реально страшно красиво. Вот он стоит сейчас, снимает и говорит, подойди поближе, подойди поближе, да? вот. Я не, я не такой. Ты знаешь, я лучше вот отсюда поснимай, вернее, ты лучше отсюда поснимай, а я полюбуюсь в стороночке. Любуюсь, потому что, ну, потому что красиво. Что уж тут говорить. Смотри. Кстати, несмотря на то, что это горы, это идеальное место для отдыха на один день с семьей. Смело берите своих деток, супругу, родителей пожилых и приезжайте вместе наслаждаться потрясающей панорамой. Здесь можно не просто походить, побродить воздухом, подышать, но и устроить такой пикничок. Я вижу, что Марк подготовился, он же гид. Вот еще один плюс, когда работаешь с профессионалами. В общем, почаевничаем. Лепота. Слушай, я тут хочу спросить Романа об одном очень важном для нас, для двоих, вопросе, об одном очень важном деле. Ром, бро, куда мы денем свои глаза? Ты же понимаешь, что, как бы, мы же не увидим ничего практически. Я думаю, надо их примотать скотчем. 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 это идеальное мероприятие для того, чтобы сплотить коллектив или тусануть большой компанией. Хотя, я так говорю, еще даже не залез в рафты и даже не грибанов ни разу, но я вижу, какие эмоции вызывают у людей сплочение и какая-то одна общая идея, одна общая цель выжить и доплыть или или доплыть. Все, давай. Это единственный, возможно, самый умный человек. Самый адекватный в этой компании. Настя, почему ты? Почему ты не с нами? Я просто знаю маленький секрет, почему не надо сплавляться. Скажи нам. Нет. Она молодец, она молодец. Она сказала, это вот ровно за 20 секунд до посадки уже в рафт. Пробивается уже, пробивается седина от этого вашего рафтинга через каску. Пойдет, пойдет. Все, все, все. Давайте заплатим. Сейчас, чтобы корабль назовем? Включил эту? Победу. Сейчас, пока нет. Тихо. Нету секрета. Я просто боюсь. У-у-у-у-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, всем огромное спасибо! Спасибо! Приезжайте к нам еще! Приедем, обязательно! Да! Да! Это крещение на 100%! Спасибо! Ну, было еще хочется! Да, да! Самый прикол в таком рафтинге, это даже не эмоции от окружающей красоты или, ну скажем так, от адреналина. Это люди, которые делают этот адреналин, этот праздник эмоциональный, серьезно! Такое ощущение, как будто я был на стендап, на комеди-клаб и вручено доброй комедии от Рязанова с немножечко тарантиновским таким налетом. Пацаны очень красавы! Спасибо! Спасибо за такие крещения! Спасибо! Спасибо вам! Приезжайте! Приезжайте к нам еще, будем вас ждать! Давай! Давай, иди грузи свои весла, блин! А тебе, любишь на рафтинге кататься, люби и весла потаскать! Ну все, это были очередные приключения Южанина. Я очень надеюсь, что ты сейчас нажмешь на колокольчик, напишешь еще ему пару добрых слов, каких-нибудь, как ты любишь. Ну и поставишь лайк. Все! Этот выпуск, все! Ну а мы продолжаем движение только вперед! Все, пока! Греби! Солнышко! А мама была в этот раз! Неправа! Люди оживаются! Пап, в следующий раз с нами пойдешь? Да, в следующий раз явно. Только когда будет теплее. Южанин. В следующий раз и я с тобой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...